Дождик Снова гроза, снова одна Снова никто не обнимает Как же теперь мне без тебя Сердце моё не понимает Больше никто даже во сне Крошкой меня не называет Где же ты, пех, солнце моё Ласки твоей мне не хватает Дождик, мне никто не нужен Я иду по лужам Мне никто не нужен Ну как вам, ребята, такая погода? Скажете, что мы уже в Москве? А нет, мы всё ещё на юге И в Патторе второй день наблюдаем вот такую погоду Дождь, конечно, для жителей, наверное, это круто Местных, но для отдыхающих, конечно, это не очень, не очень хорошо Поэтому мы решили поехать в кинотеатр Паши идут, ну, Паша их не смотрел, а я смотрю Ну, в общем, о чём нам сидеть Два часа якобы должен идти дождь ещё У нас вечерний сеанс, по-моему, что, 5-4, около 5 часов, что ли Поэтому вот мы сейчас поедем в местный кинотеатр Ну, а потом, если дождь прекратится, куда-то пойдём гулять Вот шикарный автомобиль Вот такой кинотеатр Ракета Афиши особо почему-то здесь нет Ну, сейчас Ага, в дождь, ребята Ну, конечно, для лета это трэш полный, конечно Вот они, чужие Не знаю Вообще, мы хотели прогуляться по городу Хотели сходить на променад На набережной Терешковой её открыли Ну, я не знаю, такая погода, знаете, и пасмурно, и дождь, и солнце нет Ну, люди выходили с зонтиками сегодня Ну, попкорн надо взять обязательно Ну, а что сидеть дома? А, выбираем места скорей Так Закончился фильм Ну, тут дело вкуса, кто хочет, тот посмотрит Мы пошли на набережную Терешковой Пока не совсем темно Посмотрим, что там есть Вот, поэтому Ещё одна достопримечательность Евпатория Огонь исторический Ещё когда-то греки его зажгли В общем, вот до сих пор, так скажем, он горит Ну, вот такие, конечно, красивые здания Театр такой Смотрите, с какими лицами наверху Вот такие немножко страшноватые какие-то Ну, я не знаю, что это театр какой-то Ну, не знаю, что за театр, честно А? Городской театр Городской театр Ну, погодка, конечно, туши свет Честно Вот мы приехали Я понимаю, что в Алуште оставаться Либо куда-то в другое место драть Потому что, ну, я ещё здесь подпростыл У меня даже температура Я не знаю, что тут за климат Ну, конечно, что-то покупаться нельзя По сути дела Но Паша сегодня искупался Я не полез Потому что я температура была Ну, скорее всего, что это я сам виноват Потому что я это Сока томатного попила У меня носоглотка Такое слабое место И Сразу же Поэтому Ну, пойдём сейчас до набережной Терешкова Посмотрим Главное, хотя бы, чтобы не было дождя Потому что идём, погоды нет Вот Вот Евпатория Город Детство Ещё бы найти бы этот вход Прямо? Да Ну, тут, типа, какого-то парка, что ли Да 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 уж Погодка, туши свет Сравниваем Сравниваем то, что было даже два дня назад Потому что, вот, во Лужке Была гроза Я вам показывал Был дождь Но Там Вопрос в том, что Там было хотя бы тепло Не было такого холода Здесь вот реально холод Не зря пишут то, что именно на этой части Крыма Раньше Раньше Становится Температура Меньше Чем, например, на южном берегу Крыма Ну вот В любом случае нам уже ничего не сделать Деньги оплачены Ну Будем понимать, что 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 сделать здесь нечего Помимо того, что Закрыта вся Часть, куда мы хотели поехать Это Тарханкуты Это Оленевка И, в общем, там Пока идут вот эти все Истории Связанные с СВО Это, конечно Город такой Самый депрессивный Который мы Видели В эти Отпускные свои дни Ну Будем надеяться, что Ой, что нас приятно Еще попкорно поел Что нас приятно Удивит хотя бы Набережная Терешковая Домики-то красивые Но Вот они почему-то Все такие здесь Неухоженные И это Как-то бросается У глаза, к сожалению Даже Занавесочки такие Видите? Помимо того, что Дом сам такой Так еще и там Такие вот страшненькие Занавесочки Тюз Или что это Крымский государственный тюз Ну да уж Ну ладно Идемте Там Посмотрим, что Будет Что там В конце Этого Прекрасного Города Такое красивое Здание Старое Такое тоже Уголком Столько дней Шли дожди Там Сегодня Вчера Вся Евпатория Вот залита Какой-то жижей И причем То ли не работают Ливневки То ли их нет Видите? Вот так вот лужи стоят Грязь Я не знаю Ну, слушайте В прошлые годы Как там были Было намного Посимпатичней Либо с погодой связано Либо еще что-то Вот мы выходим Центральную здесь площадь Но Почему-то фонтаны Не работают Сезон закрыт Все То есть Если что В следующем году Мы хотели встретить Баби и лето Бархатный сезон То есть Евпаторию Лучше не приезжать Я уже как-то так С Пашей Решил, что Как-то погодка Видите, ветер какой Тут практически каждый дом Принадлежал какому-то купцу Ну, мы уже об этом рассказывали Когда мы здесь Первый раз были Ну, набережная Видите что Вот такая вот Грязь под ногами Такое ощущение Как будто тут поток был Церквушка На самом деле Местные жители уже ходят В куртках Кожаных Ну, вот наверное Это и есть Когда писали В группе Там Крым туристический Что Евпатория Ой, блин Так скользко Прям пипец В Евпатории Холодный ветер Холодный ветер Вот то, что сейчас происходит И на самом деле У меня еще Такой, знаете, оздоб Не знаю, как у Паши Но Я себя чувствую Не очень-то Не очень-то комфортно Набережная Терешкова Так она вообще Как бы дальше идёт Сколько кораблей Маленьких И не очень Ох, господи Ну, вот её, по-моему, сделали Только как-то она Зайти-то на неё Как получается Ветер такой Просто свищет Вообще Погода испортилась, да? Погода испортилась, говорю Она хотя бы До этого немножко Как-то была Хотя бы солнечная Вот мы с тобой ещё Ты купался Я ещё тебе Ну, сидел Ну, дождик поросил Гроза, главное Гроза, гроза, гроза И сейчас ещё и ветер Такой сильный поднялся Долго её реставрировали Долго реконструировали Но Не знаю, насколько она Стала Полезной для жителей Для туристов Пойдём Ну, такие сделали Эти специальные штуки Для Волны Волны Если будут сюда заходить Чтобы они Раз Так и отбивались Нет Паша говорит Может быть здесь Весь народ сейчас здесь А потому что там Никого нет Но я думаю, навряд ли Что вот на таких булыжниках Захочешь Купаться Загорать Здесь Ну, может быть сразу, да Простите сразу за ветер Потому что, ну, на самом деле Не это Ну, я думаю, я не знаю, здесь купается Либо нет Ветер Причём, на самом деле Показывает температура Воздуха Это где-то 28-27 То есть тепло Если посмотришь А сейчас Вот прямо идёт мор из дождя Ветер сильный Вот, наверное, вы слышите И, ну, действительно Некомфортно ходить Некомфортно Ну, я теперь понимаю Что конец Августа Начало сентября Здесь В Евпатории Делать точно Однозначно нечего Ну, как бы Сорвнить Если Даже Алушту Последнюю Там были дожди Повторюсь Но там Знаете, вот прямо здесь Вот такая вот Осень московская Уже сентябрь месяц Конец сентября Ну, если такая погода будет То мы с вами, ребята Тут Толком ничего не посмотрим И самое главное Что даже И заняться-то здесь нечего Потому что в такую погоду Ладно бы хотя бы дождя не было Мы могли бы Какой-то исторический центр Сходить бы здесь Но для нас Это вот самый депрессивный Город И вот, ну, и погода Которая сейчас Сопровождается им Ну, фонтан сделали Что-то его тоже Миллион лет делали Никак сделать не могли Но вот Наконец-таки его Доделали Ну, ладно Пойдемте дальше смотреть Кафе на семи ветрах Вот реально На семи ветрах Точно Паша Вот Паша говорит Что здесь где-то Пляж есть Обозначается Ну, вот, наверное, где-то здесь Потому что вон там Кто-то один плавает Но Слушайте, ребята Не знаю Мне вот так Вот как-то в булыжниках В этих не хочет Не хотелось бы Окупаться На семи ветрах Пляж На семи ветрах Пляж Вот чуяло сердце, Паш Чуяло Сюда не приезжать Понимаешь, мы один раз приехали Как говорится Дважды в одну реку не входят Понимаешь А мы с тобой зашли сюда И вот, пожалуйста, получили вот такую прекрасную погоду Да Ага Просто Просто жесть Просто жесть На самом деле Храм Николая Чудотворцына Мы с вами были А рядышком есть мечеть Вот туда тоже проводят экскурсии За деревьями За деревьями, блин, не видно Немножечко Вот где-то она тут Вот она там Тоже проводят туда экскурсии Но вопрос только в том, что Если будут дожди, то особо-то туда и не попадешь Потому что не очень-то приятно на самом деле ходить на улицу Но чем-то себя надо занимать Поэтому мы себя и занимаем В кино сходили И пошли вот по набережной Терешковой Смотрите, какой вазон большой стоит Вот по сравнению Вот люди, видите, рядышком идут Набережная Долго реконструировали Вот ее наконец-таки сделали Но на самом деле Ничего такого особенного По крайней мере я пока Не увидел Но то, что сделали эту детскую площадку Поставили светильники Ну и, наверное, фонтан сделали Все остальное Ну просто обыкновенный променад Променад Причем Странно, что Здесь Люди-то где будут отдыхать То есть здесь Особо и не похоже на место Например, как в Алуште Либо в Ялте Либо там в Судаке Что здесь вот можно Покупаться, позагорать Но ты будешь прямо напротив храмов Ну, как-то вот это вот Немножко, наверное Все-таки просто обыкновенная улица Для прогулки Как набережная В любом городе Я не знаю, конечно Что там у вас слышно Потому что хочется Как-то и где-то что-то и сказать И себя показать И ребята там играли Они, кстати, за год выросли Переехали Они раньше Там В старом городе Играли На этих Барабанах Я не знаю, как они Правильно называются В этом году они Подросли И переехали в другое место Вот, короче Поэтому Серость Дождь Ветер И холодно На самом деле Я бы не сказал Что, например, приятно Если я был бы сейчас дома Но в такую погоду Я бы, наверное, точно Не пошел бы уже Гулять И сидел бы где-нибудь В теплом Уютном Одеяльчике Укутанный Домики такие Паша говорит Просто я за него Буду перерассказывать Потому что очень Ветер дует Никому раньше не нужны Были, наверное, эти домики Вот, хибарки Вот такие вот А сейчас отреставрировали Эту набережную Наверное, сдают Жилье у Мора Уже тысяч за 7, наверное Но, честно говоря, ребята Ну, мне бы, например Здесь Не хотелось бы в бетонных плитах Вот так вот отдыхать Если сравнивать ту Ялту Ту Евпаторию Где мы живем Я не знаю, как сказать Старая набережная Ну, вот не Терешковая А та как-то по-другому называется Горького Она намного симпатичнее То есть там, где вот Как раз Гостиница, в которой мы живем Мирас Либо Мирас Вот, он как-то там посимпатичнее Там действительно как-то Южный городок А здесь такой, знаете Мукат закатанный в бетон И Вот это еще Многокилометровые Бетонные эти Плиты И вот это Как она называется Галька крупная Что так я хотел сказать Только чуть-чуть погромче В Сочи Немножко такая же ассоциация Что тоже там в бетоне набережная Ну, в Сочи я не вспомню Просто ты очень тихо говоришь Здесь ветер и так я стараюсь громче Говорит, а ты еще Тише вот так вот разговариваешь Что Поэтому я за него и повторяю Что стесняется громче сказать Я не знаю Уже столько блоги записываю Это все Это шепотом Во время Во время съемок Все что-то Шепчет себе под нос На самом деле Так-то страшненький домик Вообще Так-то вот Смотрите Заколоченные Переделанные Видимо Не знаю во что Следующий А вот здесь пристройка Какая-то И тут вот дом Красивый Единственное Ну, конечно, все это нужно Реставрировать Ну, я думаю Наверное, что кому-то Это нужно будет Здесь Отреставрировать Сейчас Выйдем из-за кустов Хоть бы свет что-ли Раньше бы включали Такая пасмурная погода Серость такая, да Столько сделали ламп А ничего не включают Смотрите Какие балкончики Так А это что За памятник кому Залезли все На эту Что это Кто это У нас в школе По-моему Не передобладовали А, ребята В нашем дворе Здесь Да 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 Если кто-то знает Что это за Памятник Напишите Скажите Что я что-то Как обычно стоит памятник Они И Почему жалко было сделать табличку что-ли Вот такую вот Малюсенькую Чтоб написали Кто это и что это Для туристов Вот для таких как я Которые не знают Что это такое Ну правда Не мою Вечер Уже Темень Причем На камере Я смотрю Светлее даже Отображается Кадр Чем на самом деле Живую я иду Столько ламп И ничего не включают Берегут свет Я не знаю Или что Тут Тут Все царские хоромы Какие-то Прямо Совсем Замки Маленькие Такие Вот Паша Прочитал сейчас 870 метров Длина набережной Терешковой Она Получается Практически 8 Ну там 6,5 раз меньше Чем В Алуште Ну вот смотрите уже Какая темень А светок и не включить То есть вот такая вот Темнота Сейчас мы дойдем до конца И потом пойдем просто По темноте Не понимаю Либо ее Вот как знаете у нас бывает Сдадут Праздничное открытие было Наверное набережная Читались Коммунальные Тут значит все эти Сфера Плитку положили Значит свет сделали А лампочки то и не горят Вот тебе и пожалуйста Вот тебе и набережная Терешковая Которую тут Делали столько лет Зато камеры работают Светятся Ну вот Паша еще говорит Что и впереди есть какой-то Городской пляж Солярис Который назывался В 21 году Было конечно Очень много народу Там по фотографии Сейчас посмотрим Что там с ним На самом деле ребята Я повторюсь это Один из самых депрессивных Курортов В Крыму Потому что Ну вот реально Сюда приезжаешь Народу нет Половина Если получится Может быть завтра Мы сделаем Мы сделаем Такую обзорную Прогулку просто Вот по той стороне набережной То что было в прошлом году И то что сейчас Это огромнейшая разница Людей практически нет Пляжи пустые То есть Какие-то стоят Стоят Лежаки Но на этих лежаках Никто не лежит Вот И конечно От этого создается Впечатление Какой-то весь разрушенный Полуразрушенный Блин Какой-то неуютный Некомфортный Я не знаю Что произошло За это время Либо здесь реально туристов Туристы не приехали Они все где-то остались В Алуште В Ялте Там В Феодосии Ну вот Поэтому Какое-то такое впечатление В этом году Вот реально депрессивного города Депрессуха полная Еще и Света нет Видите что Какая темень Вот мы сейчас дошли до конца А потом что делать Как отсюда выбираться По этой темноте Неизвестно Так а Там ничего и нет Куда мы там пойдем Там бетонные плиты Заканчиваются И все Что тут Они реально свет не включат Как ты считаешь Позже Позже Вот это ты имеешь ввиду что ли А Ну небольшой кусочек Да Тут там какой-то Ну вам не видно Вот здесь вот это вот Небольшой кусочек Ну да там как раз Ну пойдем там кстати Можно зайти там Ворота открыты Ну вот какой-то пляж Прохода Нет Реконструкции Объекта Вход на улицу Революции Через Переулок Пляжный Ну я зайду все равно сюда Потому что пляж Потому что пляж Вроде как обозначен Какой-то Вот много очень киосков Которые были раньше на пляже Либо их нет Убрали Либо вот у нас Где мы отдыхали Там был и массаж И раздевалка Там и душевая И спасатели И какие-то небольшие Такие как бунгальчики Для отдыха И небольшие магазинчики Из деревьев Ну то есть А в этом году мы приехали Вообще ничего нет Одна нам там Экскурсоводша Которая продает билеты Сказала что якобы Ну действительно была Был шторм И все типа Это все смыло Ну типа и убрали Ну 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 как бы Убрать Убрали ну Понятно же что это же Можно восстановить Это же бизнес Те же самые различные Киоски На той части Горького Получается На набережной Бизнеса нет Там даже какие-то безделушки Раньше продавали Еще что-то Просто это не открыто Все за Просто все закрыли Ну из-за того что видимо Нет действительно людей Нет людей Вот какой-то вот такой Небольшой пляж И спасатели Как-то мало В этом году И пляж Вот мы сегодня пришли Паша в четыре часа Хотел покупаться Часа Около четырех Спасатель уже просто пошел Все собрал Монатки Хотя пляжи работают График работы Здесь же написано Сколько пляжи работают Ну где-то как минимум До шести часов вечера А он уже в четыре пол четвертого Собрал этот спасательный круг Вот эти спасатели Весь инвентарь И все и ушел До семи часов То есть вот с шести часов Ой с восьми утра До девятнадцати Они должны работать А он уже тогда там В той части уже пол четвертого Ушел Вот так вот Ну и жизни как таковой Как бы знаете нет Ну просто вообще Ощущение как будто бы Ну туристов нет Ну тут видите Можно тут и домик и квартирку Видимо снять Революции 5Б Ну и наверное Кто-то живет Либо когда-то Пользовался спросом Ну там вот шестьдесят первый Получается еще там Ростовская Московская область Это местный восемьдесят второй Пятьдесят второй Это Нижний Новгород Нижний Новгород Это сорок второй Не знаю кто Что сорок второй регион Какой восемьдесят второй Это местный Ну я не знаю может днем Здесь кто-то есть Купаются Но сюда никогда не ходили И навряд ли сюда еще Когда-то пойдем Ну просто Вот представляете Приехал да И вот что мне дальше делать Вечер Ни шашлыка Извините за выражение Ни пива Ничего нет И вот такая вот темнота А мы получается живем Знаете где Сейчас вам покажу Если видите вот это вот Светится посередине Вот здесь вот Колесо обозрения Это вот как раз вот Около нашего Ну практически около Нашего дома Набережная Горького Ну хотя бы там Какая-то жизнь есть А здесь совсем Ну вот если я бы тут вот так вот Мне показали Но я бы сюда бы Наверное не захотел Возвращаться Москва Вот пожалуйста Шестьдесят третий регион А ты меня куда ведешь? А вот сейчас Сейчас выйду И тебя на трогай посадят Ага Ну вообще Все таки Не сравнится Луж ты Там и помидоры И фрукты И овощи И какие-то все таки Даже в нашей части Где мы жили Мы говорили Что там Да Печаль Тоска А вся Вся история Находилась там На новой набережной Дима вам показывали Ну здесь вообще Ребята Пипец Полный Какие-то люди Как зомби ходят Из темноты Откуда-то По подворотни С какой-то Тут хотя бы Ветр такого нет Ну Единственное Что могут тут жить Те люди Которые Сами же дома Готовят Идят Пьют Грубо говоря Дома Как у себя дома На пляже ходят Позагорали Домой на обед Потом вышли на ужин Но опять гулять то где Все равно же хочется Променад какой-то осуществить Пройтись Посмотреть Не знаю Фрукты купить Зачем из своего Каменного города Приезжать в каменный город И жить там Где никакой инфраструктуры Практически нет Опять дело вкуса Но Ну вот это точно не мое Единственное что мне осталось симпатизировать Евпаторийский трамвайчик Узкоколейка такая же Как в Калининграде Но уже тех Евпаторийских трамваев Которые они на картинках Постоянно Рисуют Такие советские Пузатенькие Типа Аннушки нашей Их уже конечно Таких нет Ну и трамвай не так Не так часто ходят Тут ехать Грубо говоря Пять километров Не такая Вот и не такое большое расстояние А трамвай идет Сорок пятьдесят минут Маршрут То есть очень долго Потому что Одноколейка И они Получаются Уступают друг другу Места Где то примерно через одну Нет не через одну Где то через две Три остановки То есть Одна колейка идет Для того чтобы им разъехаться В какой то момент Одна колея превращается в две Типа как на обгон Они в этот момент Пересекаются И потом снова Одна в одну сторону едет Другая в другую Здесь Конечные Трамвай мы как то Здесь тоже по моему снимали Были здесь Но сейчас там такая темень По моему Паша там трамвай стоит Вот он там старый Эвпатерийский трамвайчик стоит Но он стоит прямо в темноте Его хоть бы подсветили Опять же это же Достопримечательность местная Паш переходим осторожно Вот там он видите в кустах Машина сейчас подсветила его Его Сто лет евпатерийского трамвая Сто лет евпатерийского трамвая Вот Вот он там О господи Паш Тут так грязно Вон там он стоит Но я уже туда не пойду Нет смысла Тут во первых И грязь видите какая Все Мы не успели Поэтому можно смотреть эти Трамвай Эвпатерийский Все сначала Новый придет Но новый я уже показывал вам Спутник 2 Симферопольская улица Сколько мы сейчас будем ждать трамвай Никому не известно Ну Вот такой вот старый Эвпатерийский трамвайчик Ну блин Так плохо видно Хоть бы как-то включить Подсветку что ли И я включил И Паша тут подсвечивает Вот такой вот трамвайчик был Эвпатерийский Который часто Часто очень рисуют На этом Ну на любых там Картинках Сейчас просто как экспонат Фишку свою потерял Не не видно вам Хочу показать стекло Только грязное стекло Там небольшое такое место Табуреточка И все И больше ничего нет Уже здесь нет Тоже стекла грязные Видите Я вам Так пытаюсь показать Но тут ничего не показать А что направление Какое написано? А просто эвпатерийскому трамваю Что тут написано? Памятник Трамваю Открыт в честь Столетия В движении Город Девпатория И фишка трамвая Ивпатерийского Что у него дверь открывается Как у метро И с той и с другой стороны Он может открывать дверь В движении И с той и с другой стороны В движении А то есть В движении В движении вот мы заехали типа на остановку на запасную линию не знаю как это правильно сказать из навстречу нам идет еще один трамвай мы будем все ждать когда он пройдет может видеть там далеки алинии снова сходятся сейчас он прямо пройдет этот трамвай и мы снова войдем в эту же колею в которую по которой ехали интересные интересные системы движения ну ребята вот включили подсветку на этом уже темнота и вот они только включили подсветку и заметил на набережной терешковый ну ладно значит все таки свет включают когда уже выкали глаза от темноты вот тогда видимо уже включают и 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И не поверите, опять дождь уморосит. Вот так вот. Взлететь хочу я, чтоб взглянуть с голубой высоты. На страну мою большую, на леса, на луга, на цветы. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, Чтоб оно за мною мчалось, за мною след. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым Удивительные звезды дарили свет. Лето, ах лето, лето звездное звончатой. Лето, ах лето, лето звездное будь со мной. И лето звездное, которое не хочет уходить. И символически женщина идет с зонтиком. В общем, куда ни беги. В общем, лето закончилось. Все с зонтиком идут. Чтоб вы не думали, что я вас обманываю, что дождь идет. Такие молодцы мужчины-женщины. Вышли на набережную, значит, жарким батарейским ветчком. Ветер, в дождь. Они поют, дарят людям радость. Сами свои настроения принимают. Шикардос. Шикардос, я бы сказал. Шикардос. 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 этот сарган я уже один съел ставридка паша какой-то филе из камбалы и конечно же картошка free ну иногда ее хочется в том году сюда вообще нельзя было попасть в этом году уже попроще вот это напротив заведения всегда такое шумное было вот там танцуют не знаю как надо чистить либо с костями едят ее это в ряду все когда рыба уйдет надо молчать наверно есть и молчать мне кажется тут пашник огонь и филе то куски камбала ты наверно думал что она будет без косточек ну вот это наверно стрипсы есть азовская камбала фокусируется на чем только не на рыбе ну как разручился рыбу есть раньше только так с родителями когда жил сейчас надо аккуратно как тебе стрипсы я каплю на битру ну как а горячее поедем потом еще чуть позже включусь вот вот мужчина на той стороне не хочется его перекрикивать пусть поет